Социальный туризм в городе Кумертау – это проект, рассчитанный для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно условиям, туристы оплачивают лишь 40% от стоимости тура. В этом году принятая на 4 года программа заканчивается. Будет ли она продолжена? Это зависит от многих составляющих, в том числе от мнения самих туристов. Чтобы узнать это, представители партии «Единая Россия» провели встречу с пенсионерами. 21 ноября по всей стране, по всей России стартовала декада общественных приемов. В связи с тем, что 1 декабря, 2 декабря партия «Единая Россия» празднует свое 15-летие. И в рамках празднования 15-летия мы разработали большой план мероприятий, в который запланировали и работу депутатов общественных приемных партий «Единая Россия», и встречи с юристами, адвокатами, оказание единого дня бесплатной юридической помощи. И круглые стали дискуссионные игры. И вот сегодня мы решили нашу декаду начать именно со встречи с гражданами пожилого возраста, старшего поколения, и подвести итог муниципальной программе «Социальный туризм». Мы хотим подвести итог, рассказать, чем славится эта программа, чем прославилась она, чем была интересна эта программа, узнать мнение старшего поколения, нужна ли эта программа нам в будущем. Проект был разработан еще в 2012 году. Благодаря поддержке главы администрации Бориса Беляева, а также депутатов Совета городского округа, работа была продолжена и составлена долгосрочная программа на 2013-2016 годы. С начала реализации этот проект имел большой успех, отметила директор историко-краеведческого музея Фарида Юсупова. Все эти годы Фарида Кабулжановна, учитывая пожелания пенсионеров, подбирала туры и сопровождала их в поездках. На встрече еще раз посмотрели слайды с фотографиями, вспомнили интересные моменты. За пять лет пенсионеры посетили ряд культурных и исторических объектов нашей республики, России, а также ближнего зарубежья. Если суммировать сейчас за пять лет, то более 560 человек участвовали в этой программе, 14 поездок было. Из года в год все больше и больше желающих. Просто где-то, может быть, страх сидит в далекое путешествие отправляться, но как только один раз себя переборят и съест, становится уже 100% туристами с большой буквы. Несколько раз вместе с туристами в экскурсионных турах побывала Делара Синчурина. Как медицинский работник, она отмечает, что позитивное настроение положительно отражается на здоровье старшего поколения. Пенсионеры действительно полны сил и энергии, и они считают, что программу необходимо продолжить. Были совершены мною три поездки. Одна была в Уфу, вторая была в дальние зарубежья Казахстана-Астана. И вот совсем недавно мы вернулись из еще одной поездки уже по России. То есть мы побывали в Привожско-Федеральном округе в столицах республик наших. Очень интересная поездка, очень все запомнилось надолго. Я бы ни в жизни никогда не поехала, если бы я не была на пенсии, если бы я не была участником вот этой программы. Поэтому программу надо обязательно продолжить. По этой программе была Павловское водохранилище, была в Самаре, в Тольятти. И вот последний раз съездила по Среднему Поволжью. Мне эта программа очень нравится. Почему? Потому что я до этого нигде не была. Потому что я как многодетная мама, мне не удавалось. У меня ребенок инвалид был. А сейчас дети выросли, и я могу себе вот такую роскошь позволить благодаря этой программе. Нравится. Обязательно. Эту программу считаю, что нужно продолжить. Наверное, даже необходимо, потому что люди в этой программе нуждаются. Активные представители старшего поколения решили написать обращение главе города Борису Беляеву и депутатам Совета городского округа поддержать проект. В завершение встречи пенсионеры обратились к депутатам с интересующими вопросами. Продолжение следует...